Грядущие праздники вопросы насущные обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона. Алексей Русских напомнил, 19 августа состоится день воздушного флота России. Авиационная столица не может остаться в стороне. У нас учат пилотов и строят уникальные самолеты. Торжество будет проходить ярко. Глава региона поручил профильным специалистам как следует подготовиться. Мероприятия пройдут на территорию Заволжского района, перед корпусом завода «Спектр Авиа». На проспекте Ульяновском, на площади ДК Руслан, на площади 50-летия Победы. Все желающие смогут ознакомиться с выставкой самолетов, гражданской, военной и малой авиации. Также в программе открытие 15-го городского фестиваля «Бысший пилотаж», флешмобы, спортивные мероприятия, концерт и праздничный фейерверк. Обеспечить ульяновцев водой – одна из главных задач. Губернатор дополнительно направил 50 миллионов рублей на решение жизненно важного вопроса. По областной программе чистая вода в регионе строят и ремонтируют водопроводы, бурят скважины. На обеспечение водоснабжением в этом году вложено почти 635 миллионов рублей. Половина мероприятий уже реализована и в течение августа-сентября, а крупные проекты будут реализованы по майне и где-то в октябре месяц. Это позволит более 200 тысяч жителей почувствовать на себе улучшение качества восхождения. В Ульяновске наводят красоту во дворах по федеральной программе «Жилье и городская среда». Люди активно выбирают проекты, дизайнерские решения. И планируем уже не менее 80 дворовых территорий, 89 дворовых территорий на следующий год и 16 общественных пространств отремонтировать. Сейчас будут вестись работы по дизайн-проектам, по торговым процедурам, с тем, чтобы уже в этом году пройти все процедуры и в следующем году вступить в ремонтные работы с ранней весны. Чтобы ульяновцам почтенного возраста жилось комфортно и весело, в регионе работают центры активного долголетия. Всего их 270. Специалисты соцзащиты организовали и программы, доступные медицинской помощи. Например, мобильные бригады доставляют пенсионеров до медицинских учреждений. И все чаще пожилые ульяновцы оформляют долговременный уход. Когда социальный работник приходит не два раза в неделю, а ежедневно по 4 часа в день и осуществляет присмотр, уход и кормление получателей социальных услуг. На сегодня у нас на обслуживании таких 400 граждан и их обслуживает 270 социальных работников. Актуальный дорожный вопрос тоже обсудили. По словам министра транспорта, ремонт на объектах завершен на 89%. В этом году предстоит отремонтировать 116 километров путей сообщения. Также в рамках нацпроекта безопасной и качественной дороги продолжается капитальный ремонт искусственных сооружений общей стоимостью 561 миллион рублей. В этом году мы отремонтируем 10 мостовых переходов в таких районах, как Стромайнский, Николаевский, Корсунский, Сурский, Меликевский, Павловский и Радищевский районы. Общий процент выполнения работ составляет порядка 42. Алексей Русских напомнил Сергею Воронцову об одном из сложных объектов. Мост на Минаево превращается в долгострой. Глава региона поручил министру пригласить генерального подрядчика и решить вопрос. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.